привет друзья и вам враги привет вообще юля сегодня уезжает отвергнутая униженная оскорбленная аэрофлотом а ее мама света спокойно пользуется услугами этой компании когда они оскорбляют ее дочку отлетает как куколка надеюсь она прислушаться к моему мнению сдаст билеты и полетит и поедет поезд несколько суток и короче хорошая тоже погодка сегодня или улетает вечером поедем и сами провожать вот и короче пока этом монтировал 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 видео она пошла в парк загорать сейчас пойдем круче и искать погодка хорошего не в питере не всегда солнце бывает поэтому как бы она пошла взял такую такую корзинку короче там всякую всякую всячину то есть покормить и на вот ну и короче сейчас пойдем искать где она где она там по таким кустиком сидит загорает вон она сидит бабушка серафима ей покушать серафима аркадина принесла смотрите курочка моя совсем исхудала уже пару часов не ела скоро совсем на свою маму не похожая станет на маму свету здрасте смотри сколько исхудала совсем зале какая худенькая мама пухленькая сколько на маму не будешь похожи на свою только бабушка серафима тебе думает принесла тебе там гречки сосисочек майонеза все это заправила как ты любишь как ты любишь до всех своих друзей там покорнишь все это сейчас накрываем нормальный пузо с утра там хотелось как ты хотела лечь на спину и мыть что-то нормально ты ничего тебе до твоей мамы еще далеко это кстати всегда видео сразу смотрит она не досмотрела вчера наше видео какое мы едим почему каждый день каждое видео едим это точно в общем ребята юля наконец-то решилась долго ее прошел наконец-то решилась рассказать когда проходила собеседование на бортпроводника в аэрофлот рассказывай все? рассказывай но сначала нужно собирись отправить анкету заполнить анкету на сайте аэрофлота в разделе вакансий и бортпроводник если они в общем присылают тебе приглашение огромное мямлишь там в одну себе если они присылают приглашение то нужно отправиться в офис в шереметьево много народа там было да очень 45 человек было да и все и проходишь собеседование лично сначала ты проходишь два теста на компьютере один тест вербальный зум проверяю механический зум у вас какой-то нифига не автоматный телефон на механике работает просто проходишь два теста один вербальный один психологический вербальный тест необходимо ответить на вопросы двадцать вопросов серьезные десять или пять или десять минут не помню даже уже да ну как например необычного что необычного в общем это на сообразительность на скорость нужно прочитать быстро-быстро текст и ответить на вопросы по тексту например что-то вообще очень разные тематики из химии из физики из биологии но ответы существуют и просто тебе нужно в тексте найти правильный ответ если кто-то соберется в аэрофлот то такой совет необходимо сначала прочитать ответ а потом бегло пробежаться по тексту так у вас получится это быстрее сделать а психологический тест на там сто двадцать вопросов просто отвечаешь да нет возможно какие-то тупые или непонятные вопросы да тупые и непонятные вопросы что-то согласились бы вы если вам пассажир предложить заняться сексом в туалете нет таких не было вопросов были вопросы из разряда согласны ли вы что ты бы например вот если бы стюардессы вот тебя взяли ты такая летишь в самолете например путин там випе или там где там в багажном отделении чтоб его никто не видел летит и и тебе говорят так и так стюардессы Юля там Владимир Владимирович хочет вас в туалет пригласить до свидания наверное я бы отказала ой ну ладно уж ага наверное этим ты показываешь что ты за него не голосовала тебе пиздец будет тогда я не голосовала уже выехали за тобой я не голосовала ну не путин там а я никому не интересна семья ну не путин там например вот если бы вот реально вот так бы ты согласилась то кто бы это был из артистов или там это из чиновников или кого-нибудь не знаю не знаю вот с кем бы ты вот реально тебе бац короче он такой сказал летит в самолете и такой типа Юль пойдем не скажу не скажу не скажу ну из известных скажи кто Жириновский ничего не слышала почему около Барелосардели найти там его под животом еще сначала надо нет не буду отвечать на такой вопрос не хочу ну скажи давай угадаем давай ну кто это певец кто ну пусть будет певец да я просто сама даже не знаю ну в смысле ни у кого наверное нет не хочу не такое интересное ну какая ты не интересная вообще шо бы ты там летала бы и зашила там все себе все равно там раз реально там уже там Тимати там со своими брэкбургерами ну так ты ум positivo гадость какая ты упал в моих глазах ладно бы еще Жириновский на меня Тимати еще Дживаныча хотела все дальше он проходит собеседование с пятью членами комиссии членами комиссии двое мужчин 3 женщины давай давай это будет андрюша малаховна а еще кстати фотографирует пилот как вы как только пилотки в смысле голову компания ржд дорожные авиабилеты потому что твоя мама света тебя аэрофлот унизила пустила стоптал как личность твоя мама летает спокойно да я бы если бы моя дочь в такую ситуацию я бы как мама отказалась но на аэрофлоте не полетела вот ты чё прикалываешь меня я думаю что грек ты прикалываешь меня что ли вот короче мы загораем ну все юля рассказала это будет сенсация 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 ну и что-то будешь тебя пробовать еще раз на росте ордес и другие какие-то компании пока нет надо доехать до питера немножко обдумать все дальше посмотрим все но в москве очень здорово мне понравилось лучше чем в Питере да с москва твой город мне нравится что здесь такой неравномерный ландшафт только из-за очень-очень много парков очень много в Междуреченске еще больше неравномерно туда не поедешь ну нет сравниваю жуку с пальцем ооооо там много меня людей из Междуреченска смотрят ну извините когда ты живешь там ты больше не появишься кукол двенадцатый год в большом городе уже как-то не хочется а между вечно что в небольшой маленький сто тринадцать сто пятнадцать тысяч человек площадь наверное города площадь Васильевского острова в котором я живу в Санкт-Петербурге как район медведка ну ладно друзья ну-ка что позагораем посмотрим что будет с нами курочки врили сейчас Юля хочет позагорать немножко в рейх гранат внизу речика пойти как-то что разгрыхнуть потому что воду отключили потому что воду отошли просто скажут да у нас кое-что сегодня отключили сегодня жил? вчера вечером вчера еще отключили воду горячую сегодня мыло голову холодной водой обещали суки что говорили что типа в тех городах которая проходит чемпионат на мира поэтому почему-то по футболу а вот что короче нет не будут включать отключить осенью но в итоге короче вчера все равно отключили ну хоть так в принципе то не ненадолго что числа уже включить так что никто со мной не встречаетесь буду грязный потный вонючий придется греть в тазиках вода так